Добрый вечер, добро пожаловать в город Прима. Сегодня мы говорим о наболевшем, о том, чем мы в нашем городе дышим, о так называемом режиме черного неба. И сегодня в большом интервью у нас эксперт по этому вопросу. В гостях Сергей Толомачев, председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности и экологии городского совета. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Я вот нельзя сказала, что это вопрос наболевший. Если с начала года пересчитать дни, когда мы видели солнце, ясное небо и вообще нормально полной грудью дышали, ну это буквально там вот по пальцам пересчитать. И если даже уезжая за город, можно посмотреть, что вот Краснодар действительно накрывала какой-то вот такой черной дымкой. Вот в чем причина? Почему нечем было дышать? Давайте как бы начнем с режима черного неба. Что это такое? Честно говоря, черное небо это некий такой красивое название, журналистский штамп. На самом деле это режим неблагоприятных метеоусловий. Ну по-другому тоже так называют. То есть это попросту говоря отсутствие ветра, определенный режим давления, который не выдувает все те остатки, которые в атмосферном воздухе города Красноярска остаются. То есть у нас есть загрязнение, есть загрязнение стационарных источников, есть промышленность, есть автомобильный транспорт, который уже вышел на первое место по уровню загрязнения в атмосферный воздух. Есть теплоэнергетика, то есть отапливаемся мы углем, соответственно это тоже все выходит в воздух. И вот когда это все не выдувается, это скапливается в городе, да, и в принципе заранее известно, когда это будет. Ну метеорологи это могут предсказать. Да, и они говорят, честно говоря, в Норильске, например, эта ситуация называется более мягким словом штиль. Да, вот это вот такой некий штиль, когда это все из города не выдувается. И режим этот придуман для того, чтобы как бы введен, вводится, чтобы предприятия на это время снижали уровень своих выбросов. И проводили еще некоторые дополнительные мероприятия. Там прямо описано, там можно меньше ездить на машинах, снизить подачу угля и так далее и тому подобное. То есть для всех предприятий, их крупных, 36, они при первом и втором уровне режима НМУ эти мероприятия предпринимают. Но как мы видим, да... Ну вот если верить прокуратуре, после ее проверки выяснилось, что эти предприятия, которые должны были снижать как раз эти выбросы, в итоге этого не было. Правда. На самом деле не совсем так. То есть часть из них выполнила. Часть из них, но не все. Ну, например, КРАС выполнил в отчете прокуратуры, если быть совершенно уж там честными и откровенными, да. А часть, как выяснилось, вот, например, они не могут этого выполнить, когда очень холодно. То, что касается ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3... Да что торпят. Да. Если они снизят на тот уровень, который им предписан, тогда мы замерзнем. То есть у нас варианта в этом случае два, да. То есть либо замерзнут квартиры, либо, соответственно, ну как бы все-таки будет что-то висеть в воздухе. Плюс, как мне кажется, это мы недавно обсуждали у нас в городском совете, недостаточно этих 36 предприятий. То есть мы должны этот список расширить. Потому что не только эти 36 предприятий, куда входят самые крупные предприятия, понятно, их легко проверить и легко выявить эти нарушения. Да, но у нас же есть еще и автомобильный транспорт, который на первое место вышел, но он никак не ограничивается во время режима черного неба. Да, мы прогреваем личные автомобили несколько раз больше как раз в этот период. Абсолютно точно, да. То есть мы ездим на них чаще, потому что холодно и так далее. Хотя по-хорошему, по-хорошему, если уже садиться и договариваться, что нам всем нужен чистый воздух, да, то как бы нагрузка по снижению должна ложиться на всех. И третье важное направление, с моей точки зрения, сейчас многие эксперты об этом говорят, депутаты законодательного собрания, о том, что есть еще большая категория шиномонтажек, мелких предприятий, которые где-то на старых площадях промышленных развернули свою деятельность. И эта деятельность, то есть какие у них котлы и чем они топят, да, это вообще большой вопрос. И большинство тех запахов, которые вот реально, как говорят нам красноярцы, которых воняет, это они, да, потому что сколько бы мы ни говорили про тот же крас, я его, кстати, не защищаю, но тем не менее, да, то есть фтор не пахнет. Вот есть такое среди игологов, да, расхожее. То есть его по другим признакам выявляется наличие повышенных концентраций, да, если попросту говорить. Но то, что жалуются, это как раз запах жженой резины или чего-то непонятного, или какого-то жженого мусора. Да, жженый мусор и так далее. Это все вот эти вот мелкие вещи. Я считаю, что здесь нам нужно приходить к тому, чтобы возрождать какую-то уже экополицию, да, и проверять это все от больших до крупных. Ну а что сейчас есть? Если, например, шиномонтажки сжигают вот эти колеса тоннами, где-то втихаряя у себя там на задворках, весь район от этого задыхается, загибается. Вот какие меры конкретно принимают? Меры-то очевидные, то есть нужно сразу же жаловаться, ну, там, в первую очередь, в Росприроднадзор, в природоохранную прокуратуру. Их всех можно наказать, и эту деятельность можно пресечь. Да, но мы же должны не только как бы вот так вот оперативно реагировать. Более того, такое реагирование проводится, да, когда выявлен источник, когда понятно кто. Но зачастую этого не удается сделать, потому что, ну, условно говоря, запах был ночью, да, когда приезжает проверка, уже как бы все нормально, ничего не горит, правильно? Вот, и как бы начинается поиск, начинается поиск виновных среди всех загрязнителей, да. А загрязнители – это крупные промышленные предприятия, в том числе и там личные автомобили, общественный транспорт, все подряд. А, и как бы вот эта вот ситуация, знаете, когда, ну, как бы воздух испорчен, попросту говоря, а никто не виноват, получается, по большому счету. И смог висит, мы все его видим, да. И с этой ситуацией нужно бороться, нужно прекращать, в том числе и за счет более оперативного мониторинга, да. Ну, то есть, смотрите, если все-таки взять те предприятия, которые, так скажем, не до конца выполняют свои обязательства, не снижают эти выбросы, плюс к этому где-то что-то там нелегально, так скажем, еще сжигают. Вот в Горсовете какие-то меры, вот прямо сейчас, или планируется, может быть, что-то предпринимать? Ну, во-первых, у нас, как бы, наша давняя идея, которая помаленьку приближается к реализации, это мобильная экологическая лаборатория. Тут эко-мобиль, так сказать, да? Да, эко-мобиль тот самый, да. Многострадальный, честно говоря, хотя за то время, пока мы, значит, ну, когда шли на выборы, да, мы с этой идеей шли с группой депутатов, потом продвигали, потом продвинули, купили эко-мобиль, и сейчас, значит, разработали, наконец, схему по поводу того, как он будет работать, схема уже утверждена в департаменте городского хозяйства в городе Красноярске, там, условно говоря, там, в течение, там, одной-двух недель он начнет работать, я надеюсь, по крайней мере, это очень сильно. И тогда мы сможем определять источники, и сможем создать карту загрязнения города Красноярска и более конкретно подойти. Это раз. Во-вторых, я считаю, конечно, нужно увеличивать штрафные санкции, да, потому что, да, предприятия нарушают, но некоторые предприятия нарушают, и по ним это, скажем так, не очень сильно бьет. То есть уровень штрафов, так скажем, не такой высокий для них. Да, и плюс нужно работать, да, с экологической ответственностью этих предприятий, там, постоянно находиться с ними в диалоге, и плюс ко всему, ну, доносить до всех, как на самом деле обстоит ситуация. Сергей, ну, а по поводу вот этого эко-мобиля, который, вот, я думаю, еще зрителям как раз наиболее важен, потому что все про него очень сильно говорят, он будет практически курсировать круглосуточно по городу? Да, будет курсировать круглосуточно. По каким-то особо, так скажем, вот этим местам, где больше всего жалоб приходит? Дело в том, что у нас есть служба 005, в которую очень много звонков по этому поводу поступает, и уже на основании тех звонков, которые уже поступали, составлен график его курсирования уже на будущее, как только вот он поедет, да, соответственно, и он будет ездить, собственно, там, где были выявлены людьми вот эти запахи. А не будет так, что к утру опять же все развеется, и ничего он там не уловит, и не пиноватых нет? А он будет курсировать, ну, как бы, не тогда, когда нет запахов, условно говоря, а тогда, когда они есть. И так мы сможем более оперативно их выявлять и обращаться уже в природоохранную прокуратуру, в Росприроднадзор для того, чтобы наказывать тех или иных злостных собственников. Но здесь я считаю, что этого недостаточно. Это одна из оперативных мер, да. Но нам нужно разработать и принять комплексную программу. Мне кажется, что и красноярцы, и город Красноярск, они просто подошли к той точке, вот мы стали миллионником, да, и эта проблема, она еще и очень сильно стала заботить больше людей, потому что, честно говоря, вот честно говоря, да, там, уровень промышленности у нас в городе сохранился, сократился. Да. За после, ну, за, там, 25 лет, да. И уровень выбросов, честно говоря, с этим в этой связи тоже сократился, да, от промышленных источников. Но при этом количество автомобилей... Мышленных, автомобилей и так далее. Но я бы вот не сказал, что у нас экологическая ситуация с воздухом за это время ухудшилась. Ухудшилась в большей степени отношение к этой ситуации. То есть люди просто более трепенно стали к этому относиться. Люди раньше были готовы это терпеть, там, в советский, там, и постсоветский ранний период. Сейчас они этого терпеть не готовы, я считаю, они правы. Но здесь нужно собираться всем городом, привлекать экспертов, ученых, для того, чтобы понять, как это сделать. Потому что, ну, вот помните, когда мы там всем городом боролись с Енисейским ферросплавным заводом? Было простое, понятное решение. Не строить Енисейский ферросплавный завод. И его не стали строить, да. Благодаря усилиям всех красноярцев, благодаря тому, что люди собирались на площадях, потом голосовали на гражданском референдуме и так далее, и тому подобное. Понятное, простое решение. Сейчас ни одного такого простого решения нет. Потому что простые решения, они же как, ну, давайте закроем все ТЭЦ. Ну, давайте закроем, замерзнем, и как бы разбежимся, по лесам, ну, и там, как бы, по-быстрому вымрем, потому что нас один миллион человек. Сергей, я сейчас прерву, мы продолжим эту тему, все-таки, как можно бороться с режимом черного неба, и вообще, знаешь, вот такой экологией не очень благоприятный. С режимом черного неба бороться невозможно. Или как с ним вообще нельзя бороться? Мы узнаем после рекламы. Оставайтесь с нами. Добро пожаловать в город Прима. Для тех, кто к нам только присоединился, напомню, что сегодня мы говорим об экологии, а именно о том, чем же мы с вами в последний месяц дышим, и почему дышим мы так тяжело. Сегодня в гостях у нас Сергей Толмачев, председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности и экологии городского совета. Сергей, вот до рекламы мы с вами поняли, что бороться с черным небом, вы сказали, что вообще нельзя и не надо. Ну, дело в том, что это просто невозможно, потому что как можно бороться с отсутствием... Приводное явление. Это и есть природное явление. Ну, то есть оно и предсказывается как природное явление. Но это же не значит, что надо тебе расслабиться и, собственно, вот этой всей горею дышать. Наоборот. Расслабиться не надо. Не расслабляться. Нужно, наоборот, как бы собраться, да, и выработать дополнительные механизмы, которые включить в нагрузку к этому режиму, да. Потому что мы видим, что режим черного неба вводится. Большинство тех предприятий, большинство тех предприятий, которые в этот режим входят, которые должны в это время экологическую нагрузку снизить, его выполняют. Проверки нам это показывают, да. Тем не менее, как бы смог висит. Значит, этого недостаточно. Ну, а что вот в реальности, что еще может помочь? Вот, к сожалению, мы не управляем ветром. Ну, вот не управляем. Хотя есть такие мнения, что там можно улучшить ветер в городе Красноярске, что неправильные были строительные решения какие-то в последнее время приняты, да, по поводу того, что теперь ветер у нас стал хуже дуть, так застроили город, что он не продувает. Но, честно говоря, эти научные данные пока еще не подтверждены, да, серьезными исследованиями. Ну, я так понимаю, снести эти дома уже, то есть уже ничего не изменишь, уже по факту, как есть. Ну, и, честно говоря, все равно у нас-то выбросы все-таки на большой высоте проходят, да, и то есть то, что ветер из-за того, что дома понастроили, перестал быть, это вряд ли. Это вряд ли. Более того, количество режимов черного неба, оно примерно по году-то одинаковое. Ну, то есть, как бы, были года, где такие случайные всплески, да, как, например, там, 2015 год. У кого-то затяжной просто период был. Да, да, и сейчас, как бы, в начале года мы столкнулись с тем, что было несколько затяжных периодов, по три, по четыре дня, и плюс ко всему, вот те меры, которые существуют, они фактически, мы видим, что не сработали. Они же когда сработали? Ветер подул, все раздуло, правильно? То есть, а ведь, когда предприятия снижают свои выбросы, там, на 20, на 40 процентов, там, такие предписания во втором, это должно было существенно сказаться. Тем не менее, мы видим, что, как бы, пока не задул ветер, пока не изменилось давление, ничего не изменилось. Значит, нам нужно расширять список этих предприятий, и нам нужно предпринимать дополнительные усилия. Например, касающиеся автомобильного транспорта, который вышел на первое место, и в выбросах занимает целую треть. Да? Ну, вот что с этими автомобилями можно сделать, чтобы они не дымили, получается? Ограничить, конечно же, их движение. То есть, как Китай, мы по четным или нечетным дням буквально должны ездить? Например, то есть, режим же черного неба, он же ненадолго объявляется, да? Ну, да. В среднем где-то неделя, там, ну, у нас дольше, конечно, получилось. Три-четыре дня обычно, потом бывает новый режим. Не бывает так, что будет он, там, режим черного неба на две недели, да, завис. Поэтому, во-первых, нужно ограничить движение как-то общественного транспорта, движение личного транспорта и так далее, и тому подобное. И об этом нужно думать как? Потому что, если мы говорим о крупных предприятиях, ну, мы пришли, у них есть предписание, они, значит, их выполнили, да, отчитались, либо не выполнили, заплатили штраф, да? И это касается, ну, некоторых крупных объектов, с которыми проще работать. Когда это будет касаться практически каждого жителя, у нас 450 тысяч автомобилей в городе, да? Вот, то, как бы, здесь надо договориться, как это сделать, чтобы это всех устраивало. Ну, что, если вводить очередные штрафы, то это будет волна недовольства. Ну, разумеется, разумеется. То есть, если это будет чисто штрафной подход, то, как бы, мы не получим ничего хорошего. Ну, Сергей, вот был такой вариант, например, разгружать самые загруженные части города, где наибольшее скопление автомобилей, например, пересаживать, либо закрывать эти части города, как в Лондоне, например, въезд в центр города закрыт, и пересаживать на велосипед. Но я понимаю, что, например, в более тёплых странах мы на велосипедах пересядем, а здесь, шубей на велосипеде. А всегда, мы же понимаем, что режим чёрного неба, он ещё и сезонный, по большому счёту, да? То есть, это самый холодный месяц. И когда больше всего топят, да, ТЭЦ и другие котельные, тогда и больше всего этих выбросов, да? То есть, там же всё равно составляющая, тоже там порядка 25-30%, да? Когда они меньше топят, тогда меньше. И как вот самый холодный режим, ездить на велосипедах, я не понимаю, честно говоря. Ну и ходить пешком тоже в наших сибирских условиях, это как-то неинтересно. И ходить пешком, да, и так далее, и тому подобное. Поэтому, наверное, эта мера не будет, как бы, там, летом я согласен ездить на велосипеде. Наверное, надо как-то стимулировать велосипедистов, нужно разгружать дороги, нужно как бы делать развязки, да, создавать велодорожки. Но это всё как бы деятельность такая, которая не приведёт к существенному решению этой проблемы. Ну вот, если всё-таки минимально-минимально, где-то, где-то, откуда-то, он приведёт. Вот, дальше, общественный транспорт, следующее, да. То есть, развивать общественный транспорт, во-первых, то есть, для того, чтобы люди пересаживались с личного на общественный, это уже даст серьёзный эффект. Ну, сокращение, как минимум, даже. Да, то есть, а для этого общественный транспорт должен стать намного более комфортабельным. Во-вторых, общественный транспорт, его проще, ну, скажем так, проверять, да, он и должен проверяться, но здесь, я считаю, нужно контроль усилить. И, например, перевести и стимулировать перевод общественного транспорта, например, на газ, а и, в целом, на электротранспорт, да, потому что, ну, когда-то у нас было много трамваев и троллейбусов, а сейчас их практически нет. Не только правый берег, получается, остался. Да, а честно говоря, честно говоря, это было бы серьёзным вкладом, если бы у нас здесь больше ездили, там, ну, например, там, такое понятие, как городской, там, городской трамвай, городская железная дорога, городское метро в некоторых странах используется для этого. Вот над этими нужно работать направлениями очень существенно, потому что, если так ситуация будет продолжаться с личным транспортом, то скоро он займёт 40%, да, а работать индивидуально с каждой машиной очень сложно. Да. Вот, и мы можем только в перспективе надеяться, что когда-нибудь, значит, электродвигатель вытеснит двигатель внутреннего сгорания, да, вот Илон Маск нам всем поможет, да, то есть мы все будем видеть на электромобиле. Да, ну, а состояние нашего здоровья к этому времени остаётся под вопросом. Да, но это не скоро, скорее всего, произойдёт, поэтому, ну, вот такой комплексный набор мер. Сергей, вот, в принципе, как вот мы относимся к экологии, тут вопрос такой, он достаточно, ну, спорный. Чаще всего эти вопросы все начинают возникать как раз в предвыборный период. Вот. Поэтому, собственно, у граждан такое ощущение, что этот вопрос не такой серьёзный, властей он не настолько вообще волнует. Вот, может быть, всё это поэтому как раз? Нет, честно говоря, я посмотрел статистику, действительно, то есть количество режимов чёрного неба и количество, собственно говоря, публикаций, там, упоминаний и так далее. И я хочу сказать, что в невыборные годы их гораздо меньше. Ну, то есть вот если мы просто эту цифру, там, одно поделить на другое, возьмём... Ну, то есть про экологию говорят меньше. Да, то есть говорят только, когда реально режим чёрного неба, если какой-то экологический повод. Когда мы вступаем в выборный год, количество этих публикаций у нас возрастает вдвое, втрое, в четверо и так далее. Поэтому мы должны понимать, что, да, с одной стороны, мы все озабочены на экологии, это правильно, и мы должны эту ситуацию решать и улучшать. А с другой стороны, ну, нужно избегать по этому поводу спекуляций, да, и, честно говоря, там, каких-то, ну, просто попыток на этой теме заехать в тот или иной орган власти, если попросту опять же говорить. Вот эти две ситуации мы должны отличать, но я, честно говоря, считаю, что сейчас красноярцы стали более опытными, более искушённые, и они уже, если говорить про выборы, не голосуют за тех, кто им просто пообещал что-то сделать, да, они хотя бы голосуют за тех, кто, ну, во-первых, уже какие-то обещания выполнил, какой-то кредит имеет, кредитную историю отношений с избирателями, а, во-вторых, они голосуют за тех, кто рассказывает, как это сделать. То есть какие-то конкретные уже действия. Да, да, и здесь я считаю, что вот та инициатива, которую Ребрик, депутат законодательного собрания, высказал, да, по поводу того, что нам нужны общественные слушания, широкое общественное обсуждение. Вот прямо сейчас, весной уже, да, когда мы, собственно, получили эти итоги, потому что действительно у нас были тяжёлые режимы чёрного неба в январе, и вот только что перед КЭФом, да, тоже опять был режим чёрного неба и так далее. То есть это, да, режим, когда нет ветра и так далее. Поэтому побороть его невозможно, мы не управляем, к сожалению, пока ветром. Сергей, вот я предлагаю сейчас на этом как раз подытожить, эфир заканчивается. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в гости, про всё это рассказали. Думаю, где-то с какой-то стороны успокоили, что всё-таки как-то мы сами можем, граждане, если ответственно к этому подойти, тоже как-то с этим бороться, начиная даже со своего уличного автомобиля. Напомню, что сегодня в гостях у нас был Сергей Толмачёв, председатель комиссии по безопасности, жизнедеятельности и экологии городского совета. Спасибо большое. Спасибо те, кто был с нами. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо.